так девочки продолжаю извиняюсь у меня прерывается камера иногда переполняется память и получается что прерывается мне нужный момент я извиняюсь иногда так бывает так вот я остановилась на том что вот ручку нужно нам руки так выставить когда бы мы будем приклеивать чтобы вот у нас когда готовы зайка чтобы она могла девочка вот держать или мальчик держать предмет или игрушку вот и потом приклеивать таким образом я вот даже здесь сделала на нет здесь принципе оденется вот нам нужно приклеить вот так вот таким образом чтобы можно было потом вставить туда игрушечку и это очень важно вот и потом когда она высохнет в таком положении вот и ножки когда мы уже вставим ножки они высохнут когда мы должны прошкурить как следует их отшлифовать наждачной бумагой и только после этого мы их вклеиваем и продолжаем работу дальше а ручки на этом этапе вот когда они вот немножечко подсохла вот у меня вот здесь даже пока видео отключилась у меня подсохла ручка вот и теперь видите как хорошо теперь продавливаются пальчики и потом нужно будет еще раз пройтись после этого закрепить еще раз на клейстером вот видите как получается уже сейчас я немножечко свет наверное подправлю вот видно вам я даже не знаю видно вам или нет сейчас попробую и еще раз можно немножечко клейстером так закрепить сгладить как бы вот видно вам так я надеюсь что видно вот там немножечко продавлено пальчики они немножечко продавлено вот и потом только вставить ее эту ручку сюда вот в заготовочку тела и и выставить положение зайкой да вот как она ее держит ножки или он ставить вот так вот и таким образом оставить сушиться ножки нужно будет сначала отшлифовать когда они полностью хорошо просохнут они прям должны быть хорошо просохшие и ручки чуть-чуть вот эти вот ладошки отшлифовать и только потом вклеить шлифуются они очень хорошо прям берете вот так вот по высохшей поверхности вот это вата шлифуется просто отлично повыше высохшей поверхности вот даже если эта бумага вот так вот и должно вот так все отшлифоваться также как и самозатвердевающий пластик она очень хорошо тоже шлифуется но даже вот бумага не так хорошо вот она по бумаге шлифовать не шлифовать и вата примут очень хорошо мне сейчас нету здесь ничего такого подсохшего чтобы вам показать ну вот я вот сейчас кусочек вот просто отшлифую и вы поймете что когда уже ножки у нас высохнут и ручки ручки отшлифовываем только ладошки а ножки полностью вот видите разница вот где шлифована видите вот этот кусочек он отшлифованный ну конечно здесь еще столько там работы просто я хочу показать а ручки если мы делаем их без с коротким рукавчиком если мы делаем с коротким рукавчиком допустим да то нам нужно просто вот здесь добавить объем вот нужно ваткой продолжить добавить объем вот здесь там где запястье у нас должно быть потоньше видите также и у детей неважно вот то есть мы запястья само можно не трогать а вот дальше продолжение руки вот мы должны его здесь обклеить еще один момент хотела вам сказать руки у нас они у нас не круглые они у нас если вы посмотрите здесь плоские и только здесь идут в расширение конечно мы не делаем анатомически прям идеально идеально но приблизительно хотелось бы поэтому там где немножечко расплющить нужно немножечко расплющить и сейчас я хочу вам еще кое-что один момент показать так допустим у вас ручка мальчика и она открытая или девочки да нужно чтобы там где будет проволочка которая будет крепиться в заготовку тела здесь должна быть плоская плечевая часть вот это должна быть плоская и вот здесь вот немножечко просто мы должны придать объемчик вот прям чуть-чуть расширить просто вот и обязательно нужно обозначить локоть вот здесь вот должно быть плоская плечевую плечо должно быть плоская и вот здесь вот мы должны обозначить локоток он не должен быть такой скругленный он должен быть обязательно поэтому нужно здесь еще добавить добавить на локоток нужно добавить еще ватки и поэтому сейчас я возьму кусочек ватки и просто его вот эти вот все кусочки просто их только если делаете локоточек если вы и и даже если одежка есть равно локоточек нужен потому что это изгиб если ручка прямая локоток не нужен а если это изгиб у нас ручка сгибается в локте то нужно обязательно добавить локоток и вот так вот теперь вот это вот все нужно закрепить также как мы делаем коленочку тоже скатываем шарик также и здесь мы должны все это закрепить еще сверху ваткой если эта ручка будет у нас голенькая с коротеньким рукавчиком то ее тоже нужно будет полностью все высушить также и полностью все отшлифовать ее чтобы она была ровненькая у нас потому что это тело ребенка будет у нас должно быть ровно вот и и здесь вот я уже здесь закрыла пальчики которые подавила но это не беда я потом еще раз сделаю я просто хочу чтобы вы поняли хочу вам показать поскольку у нас здесь изгиб то соответственно у нас в локте когда мы сгибаем ручку у нас здесь тоже получается такая вот такой изгиб мы должны обозначить что ручку у нас согнута она не может быть такая ровная монохромная вот и и если простите если вы делаете в одежке все равно здесь вот на на этом этапе допустим ручку уже готова и если это длинный рукав здесь останется просто сделать манжет по принципу как мы делали манжеты допустим на рукавах у кого мы делали я уже не помню у слоника по моему штанишки были с манжетами вот и то есть взять кусочек ватки и вот сюда просто прилепить смазать его аккуратненько сейчас я вам покажу наверное для тех кто не смотрел я хочу обратиться еще к тем кто мне пишет я просмотрела видео или там не нашла что-то по такому то мастер-классу такие-то детали я вас очень прошу просматривайте все части видео чтобы понимать что происходит я честно говоря я не могу все просматривать а на память я уже не помню где где какие видео мне очень сложно уже сейчас вспомнить поэтому я вас прошу просматривайте и вы обязательно что-то найдете всему объяснение или все что мы там проходили она все есть в мастер-классах того чего нету или какие-то другие вопросы я конечно отвечу если у вас какие-то трудности вот видите я просто ватку сюда смазала как мы делали везде да и намотала и теперь просто ее вот действую так закреплю если рукавчик хочется пошире значит мы делаем его пошире если мы делаем его поуже значит поуже в общем здесь уже фантазия вы уже проходили все посмотрели мои мастер-классы по зверикам и это техник это этот мастер-класс который я сейчас показываю зайка плюс зайка это все техники предыдущие которые мы делали уже с вами проделали и плюс еще какие-то новшества которые мы не делали все это вот в этом мастер-классе поэтому чтобы понять я вот показываю но чтобы понять досконально нужно просмотреть и другие предыдущие мастер-классы чтобы все понимать что мы делаем и вообще о чем идет речь потому что у нас как бы получилось так что один мастер-класс переходит в другой и она все как-то получилось взаимосвязано поэтому вот видите уже с рукавчиком здесь можно сделать пошире и когда мы уже его приклеим сюда тогда его сделать чуть повыше можно здесь отрегулировать что-то но приблизительно вот так вот когда мы уже клеим сюда вот у нас получается вот такая вот ручка с рукавчиком а а ручку о как я уже говорила я вам показала уже потом вы действовать шлифовать пальчики будет продавить вот так вот и отшлифовать и получится что она вот так вот или он держит уже одной ручкой вот так вот если выставить то держит уже зайка ляля и маня это что такое это кто ругается вот получается вот так вот плюс ножки и конечно же потом еще вот так вот у нас будет головку что приклеится я сделала головки все затылочками потому что я просто потом здесь делаю отверстие и здесь и просто в клею а те кто делает куколку с головкой из молда у тех мы показывали я показывала вот такой каркас который уже будет обклеен да он будет вот так вот с петлей и сюда просто приклеивать просто приклеив вклеивать сюда вот как делают из молда личико а потом просто сзади ваткой делают затылок я так не делаю я делаю вот таким вот образом я потом соберу просто все детали воедино и просто ватой начнем обклеивать тело но это мы уже будем делать в следующем в следующей части вот и да и будем еще в следующей части будем обклеивать до соберем полностью значит уже отшлифованные ножки высохшие я надеюсь с этим справятся уже все ручки выставлены полностью вот видите как отличаются даже вот заготовка руки руки просто вот она обклеена бумагой и ваткой уже вот здесь нужно будет сделать отверстие делается это очень легко потому что бумага сухая хорошо протыкается а там внутри фольга и это очень хорошо все легко вклеивается легко вставляется вот и когда уже вот эта ручка 2 тоже обклеить ее нужно будет вам это же ее выставить пока она еще по высохший бумаг бумага высохшие просто здесь до заготовка она очень легко еще на этом этапе хорошо вот на этом этапе она очень хорошо еще гнется и можно из нее гнуть форму катар которая вам нужна для того чтобы выставить на этом этапе ручку чтобы она была вот так вот выставляется вот здесь нужно прижать обязательно она не должна быть оттопыренная когда мы держим в руках что-то впереди у нас ручки собираются вот так вот прижимаются они будут не оттопыренные получаются не вот такие вот а именно прижимаются вот эта часть к телу так и вот эта ручка тоже прижимается вот так вот и она будет вот так вот держать этого зайку с любовью обнимая его сейчас я здесь все испорчу потом я все подправлю я просто хочу вам показать наглядно вот когда уже все обклеится ваткой вот здесь нужно будет хорошенечко выставить все как держится ручки и точно так же клеиваем ножки чуть-чуть вперед у девочки я делаю чуть-чуть вперед то что сзади у нее попка у нее такая поза у мальчика немножко другая фигура у девочки другая вот и вот так вот уже будет у нас получаться и потом можно наклон головы вот так сделать поиграть сколько не чтобы она просто стояла статичная а немножечко в боку и чуть-чуть вот нагнуть вот так вот допустим ножки можно вы уже знаете из мастер-классов как можно делать идущего например того же мальчика или девочку на утренник или зайка с этим же и будет уже вырисовываться вот такая вот у нас картинка вот так здесь я думаю вам все уже понятно будет и потом когда вы вклеить и ножки и ручки отшлифованные мы начнем их уже на следующем занятии следующей части мы уже будем их одевать у девочки это будет платьишко панталончики рюшечки бантик мы сделаем и вот такие вот ушки кто захочет сделает ушки стоячие я вам уже показывала в прошлой части кто захочет вот такие висячие я буду делать пока еще даже не знаю как я буду импровизировать потому что мне я вам буду показывать как но буду немножечко изменять потому что я очень устаю когда я делаю одно и то же повтор и если это совсем одинаково мне немножко немножко не очень интересно повторяться но основные детали вот эти вот все я вам все это обязательно покажу просто может быть я и я сделаю свои девочки ушки съемные как-то я не знаю пока еще как это будет выглядеть в общем моя фантазия меня куда приведет еще я я сама не знаю вот и да продолжим в следующем видео собирать нашу игрушечку все приготовьте сделать а я еще вам хотела да показать еще один момент самый важный вот что у меня произошла какая оказия сейчас я вам покажу чтобы если что-то у вас такое случится смотрите мальчику я делала тело вот такое вот мальчиковая то есть у него такие плечики не особая талия и такая маленькая попка вот по этому эскизу а девочку я тело девочки заготовку я делала в прошлом видео показывая вам и я не ориентировалась на эскиз особо и она у меня получилось очень большое относительно эскизу и головки я просто взяла макетный нож канцелярский и отрезала все лишнее просто оно режется очень легко просто все срезала и здесь просто приклеила наклеила снова оплепила бумагой вот и все шея была тоже длинноватая я ее тоже подрезала здесь тоже я под плоскость еще смотрите она очень легко срезается фольга вот и очень ровненько и очень удобно вот и все поэтому всегда если что-то у вас не так получилось вы можете взять подрезать обклеить снова бумажкой видите у меня разница это мальчик это девочка здесь немножечко у мальчика плечи пошире видите талия пошире вот и попки у обоих есть но тем не менее они отличаются здесь здесь почему широко сделала потому что у нас будут здесь панталончики и чтобы не было потом такой сильной пустоты я из-за этого оставила сразу здесь пошире так и еще я хотела вам показать очень важный момент у меня есть вот такие вот ватные диски я делаю из них ватное такое ватное полотно или как там его еще ватный картон называют я просто ватный диск смазала хорошенечко клейстером и разгладила и дала высохнуть получается вот такой вот картон такой бумажный он нам пригодится для того чтобы делать подошву для туфелек мы потом будем вырезать приклеивать это очень удобно нежели делать просто из простой ваты я очень много вещей и шляпки можно делать из такого картона если это формовые шляпки какие-то и очень много и воротнички можно вырезать если это воротничок мальчику допустим хочется сделать ровный такой воротничок не бугристый то вот это вот заготовочки такие приготовьте они нам пригодятся на следующий раз вот по-моему на сегодня я думаю что все да и увидимся с вами уже в следующей части с собранным телом с отшлифованными ножками я вам еще в начале следующего занятия еще раз покажу как шлифовать ножки но я надеюсь что вы все-таки справитесь я вам показала как это шлифуется это просто такой долгий процесс просто готовые ножки нужно по отдельности их сначала отшлифовать а потом вклеить и ручки также и будем в следующем уроке уже одевать я вам покажу как делать несколько вариантов юбочек как делать юбочки из чего можно делать юбочки в нескольких вариантах ну а на сегодня все надеюсь вам было со мной интересно это была Ольга и канал бугарт до свидания всем пока и увидимся в следующем видео пока 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 пока